Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на моем канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о хорошем кино. Каков главный постер Каннского кинофестиваля в 2023 году? С каким фильмом он связан и почему? Итак, поехали! Ох уж эти постеры Каннского кинофестиваля, сколько с ними связано споров, ненависти и обожания. В разные годы на них красовались кумиры Марчелло Мастрояни, Мерлин Монро, Пол Ньюман, Софи Лорен, Жан-Поль Бельмондо. На этот раз всех сразил своей элегантностью лаконичный черно-белый с изображением кинодивы Катрин Денёв, давно ставший одной из главных кинематографических символов Франции. В 2022 году ей уже вручили почетный приз на Венецианском кинофестивале. Канны в 2023 также приняли решение отдать дань уважения и почтения такой знаковой актрисе за ее вклад в кино. Кадр, который был использован на главной визитной карточке 76-го кинофестиваля в Каннах, отсылает нас к съемкам фильма «Капитуляция» режиссера Алена Кавалье, вышедшего в 1968. Картина была снята по одноименному роману известной писательницы Франсуазы Саган. Она же стала и соавтором сценария. В русском варианте роман можно найти под названием «Сигнал капитуляции», ведь оригинальная «Ашамад» имеет одно из значений барабанный сигнал осажденных, означающий капитуляцию. Автор погружает нас в кипучую страстями светскую жизнь столицы Франции середины 60-х. В сердце молодой парижанки, главной героини Люссири, разгорается настоящая битва. Как ей выбрать между умиротворенной и прагматичной любовью к искреннему и состоятельному 50-летнему буржуа Шарлю и внезапной, возникшей страстью к импульсивному молодому 30-летнему красавцу-редактору Антуану? Люссири пытается понять себя и исследовать эти два разных чувства. Она колеблется, она в замешательстве. Неудивительно, что и название фильма тоже четко не определено. Вы можете найти его вариант смятения, а перевести с французского его можно и как аритмия, сердцебиение. Это значение обыграно и в слогане самого фильма. Звук разбивающегося сердца очень громкий, особенно когда оно пустое. Еще Поланский, Бунюэль и Трюфо увидели во внешнепрохладной блондинке Дэнёв загадочный огонек внутри. Эта ее особенность также была использована и режиссером капитуляции Оленом Кавалье. Ее Люссири одновременно притягивает и отталкивает. Она легка, по-детски непосредственно, но непредсказуема и эгоистична. Ее действия могут вызывать понимание и недоумение. Для зрителя всегда загадка, что в мыслях у этой прелестной девы? Почему ее постоянно напряженный взгляд так отстранен и внимателен? Что ассоциируется с чудесной кинодивой? Конечно же, ароматы, наряды и драгоценности. Знаменитые духи Шамат получили свое название в честь одноименного романа и фильма. Считается, что на создание этого аромата Жанна Поля Герлена вдохновила именно Люсиль в исполнении Катрин Дэнёв. К слову, сама актриса так никогда и не пользовалась этим ароматом. Большинство нарядов в фильме от Ива Сен-Лорана, для которого Катрин Дэнёв была главной и постоянной музой. Классические лодочки с пряжками от Рожеви Вьера и костюмы и сумочки Шанель также не могут быть незамеченными ценителями моды. В 2023 Каннский кинофестиваль отдает свое сердце будоражащему и современному образу героини капитуляции, воплощенному культовой звездой французского экрана Катрин Дэнёв, тем самым навеки вписав это в славную историю самого главного мирового форума кино. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева и вы были на моем канале Кинотрафик. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!